Всем привет! Всем привет! На губах скотч. Да, чувствуешь? Прикус такой классный. На нашем любимом маяке. Я даже не знаю, если не просто решили прострять, потому что это довольно витральная погода. Хотя Марина, как всегда, замокла. Я в трусах, она выпивает. Я люблю, потому что гаутборка. Сегодня ветерок, поэтому с моря чуть-чуть как взяло. Красиво. Кораблики стоят на рейде. Вон, ледокол пришел с севера. Рыбацкие. Да так маленько показать хотя бы море. Море смотрите какое хорошее. А если обратите внимание, береговая линия, видите какая узкая, прилив большой. Сейчас домой, наверное, только вплать можно. Ну и хорошо. Постопим на ваши способности. Трудно, да? Опа! Баба! Но он еще не полностью перебирает. Слышишь? Ну что же здесь не поможет, не краться. Я в шоке, чтобы тоже так поможет. Надо здесь запутать. Надо здесь самое чистое. Здесь мелко же дайте. Здесь нет. Дорожка такая солнечная, да? Переливается, смотри, как в воде. Ну, какой фетель. Всех. Всегда отдыхают с баллоном кислородным, с маской. Потому что здесь есть что-то ловить. А вон там, видишь, тоже кто-то. Пытается натершить небо кататься. Так такой ветер, волна такая, конечно. Вот один уже на берегу. Да, наловили. Довольно все. Вот это дальневосточники, да? Да. Если отдыхать, так любишь, то? Конечно, необычно. Кто к чему? Кто к чему? Да? У кого какая кожа? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Это кто-то учла. Если мне, в принципе, можно в футболке зимой ходить, то Маринка у меня все-таки оденет шубу. Я? Да. Ха-ха-ха. Я не пидырячка. Это вид на русский мост, остров. Ладно, сейчас дорога будет плохая, пройдемте там. Блин, все ветер, смотри, какие волосы раздуваются. Вообще! Материн какой красивый, смотри. Материн какой красивый, смотри. Шо? Братнад! Материн какой красивый, смотри. Всё. Раздути блять. Приchine. Ты очень хорош, пружина. Матери –êtes хорош, матьew. И подечко. Крис, тут есть, надо быстро пробежать. Давай! Беги! На камень вставай! Бегом! Ха-ха-ха. А это нелегало приплыли к нам. А-а-а! Да, аккуратимся, кто-то может подпрыгнуть, кто-то поднекет. Ну, и ничего страшного, дует. А-а-а, остановилась, и волна налила. Хорошая моря сегодня, да? Вот видишь, здесь всегда поменьше дует, это ты решаешь. Тар виднеется уже, это. Прям как будто вы в декабре намочили ноги. Папа вообще разду-то идет, и че? Надо терпеть до машины. А-а-а! А-а-а! А вот с правой стороны еще видно, я не знаю, будет видеть, специально затопленный танкер для дайвинга. Вот он, на горизонте находится. А это вот русский остров, куда мы ездили, монастырь-то морской. Вот где-то за этой сопкой находится. А вот виднеется уже токаревская кошка. Маячок. Ну, скорее всего, наверное, на маяк-то надо будет по поезд идти. На маяк не будет. Да, сегодня просто прилив хороший. Вот здесь наше любимое семейное место было всегда. Для купания его нету. Почему? Вон оно. Его затопило. Вон оно. Классно. Здесь, смотри, на яхте виднеется. Видите? Прямо над русским островом. Мостом стоит. Наверное, тоже любуются красотами. Кстати, здесь более красивые эти, как вам сказать, композиции такие. Я думаю, что ты говоришь, это просто. Мы сейчас сюда спустимся в под exemей. Мы поставили за густончиками. Высидеть в поле «Буазове» с видом над городом. Вот смотрите, как. Вот вниз спускайся. А это вот паром пошел на русский остров. Смотрите, Марин, только это не грузовой, а пассажирский. Звучок, кто самый смелый? Вот здесь можно везде. Здесь наше место и было всегда. Видите, как хорошо? Здесь на самом деле самая чистая водичка. Всегда. И она, конечно, чуть-чуть прохладнее, чем на Шамаре. Вот, ну. Хочу вам немножечко рассказать. Для тех, кто не местный, наверное, еще не знают, где мы. А мы находимся на маяке Токаревского. Маяк Токаревского – это действующий маяк во Владивостоке. Это туристическая имиджевая карточка города Владивостока. Отойди, а то тебе намочит. Кислотой намочит. Да. Вообще он расположен на Токаревской кошке. Кошка – это повторевшее понятие 19 века обозначает песчаная отмель. И вот эта кошка представляет собой на самом деле каменистую косу. Она все время вот в такие приливы уходит под воду. Примерно 800 метров она составляет. Очень много раз пытались искусственно насыпать какое-то подобие дамбы. Но море все равно свое дело делает и приводит все в первоначальный вид. Ну, если честно, я вам скажу, где мы сейчас находимся. Вот по правую и по левую сторону сюда швартовался грузовой паром. Потому что русский остров был же отрезан раньше, без мостов-то не было. Да, не было моста. И именно вот до сюда машины спокойно ездили. Ну, мы сюда всегда на машинах приезжали. На самом деле, вот в ту часть, где мы сейчас бегом бежали и намочили ноги, там раньше был мост деревянный. И очень долго, я говорю, но правда очень давно. Но это не мост, Марина, это была дорожка. Я прочитала, что был мост. Дорожка. Торчали прямо металлические. А теперь нету ничего, да. Так и есть. Еще знаете, что интересно? В марте-феврале вот в это место прибывают нерпы-ларги. Да. И прям можно увидеть, как они выползают на льдины. Играются в воде. Зимой, если честно, конечно, здесь высота льда чуть ли не метровая. Толщина льда. Потому что по весне лед, когда начинает расходиться, льдины выкидывает на берег, это тоже такое необычное, можно сказать, явление, зрелище. Еще знаете, что интересный факт? Маяк Токаревского является крайней точкой Южной материка. И дальше от него начинается Тихий океан. Ура! Еще от себя скажу, здесь сильное течение. Да. Кто смотрел наш прошлогодний ролик, вспомнит, что у нас унесло здесь круг. Да, с единорожкой. И Саша у нас чуть не пострадал героически, пытаясь его спасти. И благодаря очень отзывчивому человеку на байдарке, все-таки нам ее... Ну да, она быстро, вот сильно. Не на сахи, не помню. Буквально, я не знаю, секунды. Вот, я прям буквально... В метре от меня она была, но так быстро все это уходило. Кажется, вот-вот схватишь, а он все дальше и дальше. Да, и чувствуешь, что сильно далеко. И уже нет смысла уже плыть. Место вообще фантастическое. Обязательно скину ссылку на наш прошлогодний ролик, потому что тогда нам удалось дойти до маяка, и мы снимали прямо на маяке. И было очень много людей, и даже иностранцев, которые сидели вокруг и наслаждались. Когда я один был, помнишь, снимал тоже, там один дайвинг, мидии доставал, гребешок. Сейчас мы, кстати, вот видели, проходили мимо людей, которые вот с баллонами сидели, отдыхали. Это типичные приморцы. Вот, а на столе у них был свежий гребешок отсюда же, вот, в акватории. Короче, если будете во Владивостоке, обязательно посетите это место. Единственное, что немножко неудобно опираться на автобусе, последняя, конечная остановка, так и называется, маяк. И еще примерно километра полтора-два пешком нужно идти. Она так всегда дорога. Ну, ничего страшного, дорога хорошая. Либо к нам обращайтесь, подвезем. Дорога сейчас хорошая, раньше была грунтовая. Да, да, да. Да, едем. Вот, смотрите, выкинул. Просто на берегу, да. Да, это вот гребешок, его выкинули, и его всякие скрепали. А это вот, получается, устрицы. Ну, это тоже уже, как бы, их уже... Да, чайки скрепали. Вот, но их здесь достаточно много. Еще здесь много морских звезд. Да, на берегу. Так что, если кто-то любит дайвинг, то вот, пожалуйста... Отличное место. Гребешки, хик, устрицы, здесь все свежее. Все здесь. Ну, здесь очень хорошо. Здесь прям какая-то энергетика. Вот даже постоишь в моменте, и уже какое-то настроение другое, да? Да. А то мы сюда ехали. Вот если честно, я скажу, что море чуть-чуть, оно как-то положительно заряжено. Либо забирает отрицательную... Либо она забирает нашу, наверное, отрицательную энергетику, и поэтому ты заряжаешься положительно. И вот постоишь чуть-чуть на море, и как-то уже другое настроение на дальнейшее. А так, мы сюда шли, ты уже говоришь, да холодно, не холодно, это плотно. А сейчас еще маленько постоим, и разуемся, и пойдем в маяку. И пойдем вплавь туда. Мы-то передумали. Да? Да. Мы думали, тут чуть-чуть. Но вот многие идут уже... Да, может быть, достаточно глубокую, да. Многие разуваются чуть-чуть. Может, кому-то будет интересно туда все-таки проплыть. Сейчас я не поверю, что здесь фортовались паромы. Было это было. Вот здесь... Заехал на паром. И вот он шел туда за маяк, вот этот поселок. И вот там высадка была. То бишь, вот промежуток небольшой был достаточно. Смотрите, как смотрится. Человек идет по косе. И волны прям бьют. Увидимся. И все-таки, пожалуйста, тут под Beaufort. Продолжение следует... Передумал! Мы ведь рано разделись. Мы ведь рано разделись. Мы ведь рано разделись. Сейчас с этой стороны вообще не должно быть ветра. Вчера в сарафанах пройдились. А позавчера? Да, а сегодня отдельно. Вот видите, какие красивые штульчики. Это правильное использование протонов. Зато здесь ветра нет. Кстати, высота маяка всего 11,5 метров. Высота вот этой вышки 152 метра. Ага, это Токаревская. Кошка. Объяснил уже почему Токаревского. Токаревский это вообще известный российский гидрограмм. Который никогда в жизни не был в городе Владивостоке. Потому что умер за два года до того, как был основан город Владивосток. Но, в честь своих наслуг, получил право на север. Вот. Кошка. 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 Корабли стоят. Да. И Акрасинское на фоне кораблей. Море, конечно, прям обалденное. Березовый, березовый. Не знаю, камера или нет. Вот в этой части акватории, этого залива, очень много как раз вот морепродуктов. Как Марина говорит. На самом деле, здесь очень много мидий, гребешка. И летом, когда волна тихая. Хотя, да, да, и венгамики нет особо. Вот такая волна. Вот здесь, в основном, очень. И здесь достаточно мелко. Здесь очень хорошо разводится. А вообще, в любую погоду, не погоду, на Кошке Токаревского всегда очень много людей. Да, причем нет, здесь свадьбы. Это вообще просто. Просто люди, которые хотят, горожане, которые поехали просто подышать воздухом. Да, скинуть свою энергетику. Отрицательную зарядку. Здесь зимой очень хорошо, потому что правая часть, это Амурский залив замерзает. А левая часть, вот, Золотой Рог, где вот эта, она как бы не замерзшая. И даже зимой сюда приехать очень комфортно. Можно постоять, подышать воздухом. Светит солнышко. Зимой солнце здесь сильно активное. Солнечных дней очень много зимы. Ну вот посмотрите на Сашу, мы здесь 6 марта, а он уже как будто месяц в Турции прошел. Нет, это, скажи мне, кожа помнится генетически. Что надо загорать? Свет менять. А-а-а. Как кошки, знаешь, меняются. Чебный лодку выкинул, берега, шлюпка. Что здесь раньше сварили, теперь нет? Да, здесь такой как понтон, ну, для обслуживания самого века. Маяк раньше был, если не ошибаюсь, керосиновый. Да. А потом его провели электрически. Да. А потом его убрали и теперь поставим аккумулятором. Здесь даже, если честно, было 2 машины проходили. Да. Пути с промочкой и проезжали. А теперь она узкая совсем стала, да? Ее разлыло, да. Ну что, мы закрепили? Ну, там жил. На фоне корабля. Вот, видите? Вот они остались. И они были как раз... Знаешь, смотри, это центр был косты самой. Вот. Тобишь ее сместило маленько волнами. Тобишь она была туда дальше. Можно быть. Это такие были металлические, как из рельсы, столбики. Сваи. Сваи. И на них было такое, как настил деревянный. Настил деревянный. Ну да, выглядел как пост. И вот, знаешь, можно... Я не помню. Я поищу, может быть, фильм, как назывался. Есть фильм про бандиты Владивостока, что ли. Он был, что ли, 50-х какого-то года. Или еще старее. Я его как-то смотрел тут про... Что творилось во Владивостоке. Даже еще после революции. Когда еще китайцы жили здесь. Про одного китайского багната там. Короче, про банды Владивостока. Но это было еще, ну, старые. И там фигурируется, эти банды прятались вот на этом маяке. Да, осталось сюда на велике ехать. Больше-то некуда. Да, и вот, получается, в этом фильме эта банда пряталась здесь на маяке. И очень крайне... Можно посмотреть, какой был этот мост. Я, может, сегодня поищу. Если найду, вам добавлю. Ну, что мы в доме показали. Мы уже отдохнули вместе с нами. Когда ветер, смотри, даже хамер улыбкает. А ты говоришь, не это ветра. Вчера так думало, походу, что у нас даже джекар и грант в камере. Блин, расплавил. Блэн, поплыл, поплыл. Да мы почти остыла, вроде и отошел. Но потом уже уже да, сломался. А так мы отдыхаем. Что-то на всю машину к деньгам. Да. Делаем, слушай. уже третий раз он там на пару стоит показать хоть маленького как люди занимаются как люди отдыхают братан и ваш не уже сатрина пол дороги нравится такая песня но теперь всем добра к и и Субтитры сделал DimaTorzok